Она понравилась тебе сразу. Ты не думала, что эта случайная встреча закончится чем-то серьезным. Желая встретиться, она никогда не говорила об этом тебе напрямую. Вы вместе. Ты знаешь ее, чувствуешь, что она твоя, и никуда от тебя не денется. Хочешь свободы, но расставаться с ней не хочешь. К ней всегда можно вернуться. Она ведь любит тебя, поэтому поймет, простит и забудет. У нее есть главное качество. Верность и преданность мужчине, которого она любит. Она не умеет вести себя по-другому. Верность, как и дружбу, нельзя купить. Ты знаешь, что твои друзья разбильдяют вожине, каких еще поискать нужно. Но они ведь не уроды, и поэтому они твои друзья. Ты предан им, и всегда летишь к ним на встречу, если есть повод. А если нет повода, то ты его находишь. Но в трудные для тебя моменты, они либо не в городе, либо бабушка срочно заболела, либо тупо, извини, братан, я не могу. Ты жалуешься на занятость, на то, что нет времени, работа, срочные дела. А она верит. Почему бы и нет? Она ведь доверяет тебе. Однажды ты задумываешься, что тебе надо с ней расстаться. Но ты не можешь смириться с мыслью, что она будет уже не твоя. Да и тебе комфортно. Она всегда дома. Немного злится на тебя, что ты постоянно не рядом, но всегда ждет и любит. Со временем ты перестаешь считать нужным, предупреждать или оставить в известность о том, куда ты идешь, или во сколько ты вернешься. Ты ведь мужик. Не коже мужику перед женщиной отчитываться. Сила есть, ума не надо. Молчи, мил женщина. И в случае чего можно и силу применить. Отношения стираются в порошок. И однажды она уходит. Просто потому, что ей нужна любовь, семья, ласка, присутствие, забота и внимание. А ты тупо не нагулялся. Покажется, что внутри что-то оборвалось. Что она тебе нужна. И что ты хочешь вернуть ее. Но это только кажется. Ты по-прежнему будешь тусить с друзьями и какой-нибудь очередной легкодоступной шалавой. Но это тоже рано или поздно надоедает. И хочется к той, надежной, ласковой, любящей, верной и преданной. И вот ты спешишь все вернуть. И однажды вечером звонишь ей. И как окажется, не вовремя. Просто ужасно не вовремя. Не снять трубку она не смогла. И ты услышишь приглушенную музыку. И где-то на заднем плане сонный недовольный мужской голос. Она скажет «Да». Ты сможешь сейчас говорить «Нет, я тебе сама перезвоню». Через минуту в груди будто бы прошли с бензопилой. С ней ты чувствовал себя лучшим, победителем. Думал, что все равно будет все по-твоему, что она будет твоей. Впервые за многие годы она тебе не перезвонит. Ни в этот вечер, ни в следующий. Конечно, ты все понял. Не перезвонишь и не будешь доставать расспросами. Ты ведь знаешь ее. Она уже не уйдет от него. И тем более не будет ему изменять. Она слишком верная. Она слишком преданная. Появится мысль убить их обоих. Но ты не сможешь. Потому что только теперь ты понимаешь, насколько ты ее недолюбил. И только сейчас ты смог бы отдать все взамен на ее прежнее люблю. У тебя может быть еще много других женщин. Но навсегда ты запомнишь только одну из них. Тех, которые бы могли быть тебе верны. Но поймешь, ты это только тогда, когда они от тебя уйдут. Это только мужчины возвращаются. А женщины уходят навсегда.